Добрый вечер, это программа деталей личный прием. Сегодня в нашей студии руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан. Вы можете задать свой вопрос в прямом эфире. Звоните по номеру 46 90 60. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Жители вашего района, как всегда, активны. Прислали свои вопросы и через общественную приемную главы КОМИ, и в группе Юргена ВКонтакте. И отдельный блок вопросов о строительстве социальных объектов. Давайте начнем с этого вопроса. Оксана Мишарина спрашивает, на какой стадии проект строительства детского сада в Усть-Куломе? Что касается Усть-Кулома, здесь действительно у нас сохраняется потребность в новых зданиях детского сада. Мы смогли обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 3 лет, но, к сожалению, возраст от 1,5 до 3 у нас сегодня 79 человек состоят в очереди. И очень долго мы совещались, потому что были сложности с подбором земельного участка, и приняли решение запроектировать детский сад. Это спально-игровой комплекс без кухни, потому что у нас на том участке, где мы планируем это сделать, рядом большой детский сад на 120 мест. Два года назад мы переделали здание бывшей лыжной базы еще под одно здание детского сада на 40 мест. И вот мы хотим такой большой детский городок сделать в одном месте, там есть сегодня вся необходимая инфраструктура. Мы подобрали подобный проект в реестре типовых на сайте Минстроя Российской Федерации. Это проект Челябинской области. Сегодня подготовлена конкурсная документация. К сожалению, первый конкурс, который мы объявляли, не состоялся. Заявка была признана несоответствующей. Повторно мы объявили буквально совсем недавно, 5 июля. 5 или 6 июля у нас подведение итогов данного конкурса. После этого мы должны будем запроектировать, пройти госэкспертизу. Очень рассчитываем сделать это до конца февраля 2020 года. С Министерством образования есть договоренности, что если мы эти сроки исполняем, то данный проект может быть включен даже в 2020 году уже в программу строительства. Ну что ж, ожидаем строительства детского сада. Мы очень ждем. Екатерина Молочкова пишет, что счастлива, так как ее ребенок идет в первый класс в новую школу. Но беспокоится, что дети будут бегать в столовую раздетыми. Будет ли построен теплый переход, спрашивает она. Я так понимаю, речь идет о новом корпусе Усть-Куломской школы. Да, этот корпус был построен специально для того, чтобы устранить двухсменный режим обучения. Единственная школа района, где сегодня это еще происходит, к сожалению. И при строительстве переход у нас не удалось на тот момент вписать в проектную документацию. Поэтому было принято решение о разработке отдельной рабочей документации по переходу. Сегодня она изготовлена. СМЕТы мы направили полторы недели назад на проверку в управлении государственной экспертизы. Как только СМЕТы подойдут, спасибо Министерству образования. Нам уже выделена субсидия на выполнение данных работ. Но мы ожидаем, что, наверное, не к самому началу учебного года, а где-то к концу сентября данный переход будет оборудован. Он как раз в период, когда начнутся уже холодные дни. Поэтому планы есть, и, конечно же, мы хотим это выполнить в кратчайшие сроки. Вопрос от Елены Расовой. Школа в селе Ручь кирпичная, хорошая. А вот крыша ветхая. Когда будет ремонт кровли? Да, не первый год. И в том числе на сходах в Ручьи жители задавали эти вопросы. Но дело в том, что на сегодня очень много у нас на руках имеется предписаний и решение суда по устранению тех или иных нарушений. Это касается и пожарной безопасности, и нарушений в области эпидемиологии. Поэтому, конечно, когда мы выбирали приоритеты при ремонтных работах, при переоборудовании, мы руководствовались такими документами. Поручимость решения суда нет. Но мы понимаем, что школа большая. Тем более в этом году мы еще объединяем, оптимизируем деревянскую школу. Часть детей из деревянска будут приезжать, ручье количество детей увеличится. С начальником управления образованием мы все внимательно посмотрели наши возможности финансовые и будем предлагать депутатам, нашим общественникам данные работы в проект соглашения с МОНДИ и СЛПК на 2020 год. В этом году, к сожалению, этого выполнить пока не удастся. Очень надеюсь, что меня поддержат депутаты, и мы эти работы сможем в следующем году выполнить. Понятно. Нина Журавская давно живет в Югодьяге. Рядом со школой и детским садом, почти в центре поселка, стоит заброшенное двухэтажное здание старой школы. Несмотря на заколоченные окна, туда проникают люди. Это опасно. Что планируете предпринять? Почти в каждом поселении у нас есть здания, которые сегодня так или иначе представляют угрозу, особенно для детей. Это и наследие советской эпохи, и те здания, которые были построены уже в середине 90-х годов. Все сразу хватить нам не удается. Значит, наша задача основная. Если здание непригодно для дальнейшего использования, есть соответствующее заключение, и оно находится в муниципальной собственности, принимать меры по сносу. Много обращений у нас было не только по Югодьягу, в том числе по Усть-Кулому. У нас есть здание недостроенного детского сада двухэтажного. Очень много было обращений родителей, что дети там постоянно находятся, там уже начинает обрушиваться кровля. И вот в этом году, спасибо депутатам, они поддержали наше предложение, мы все-таки смогли заложить финансирование и по Югодьягу, и по Усть-Кулому. Вот эти два таких самых больших объекта в этом году будут сноситься. Сейчас готовится аукционная документация. Но я такой оптимистичный срок. Это конец августа, но, возможно, середина сентября мы этот снос произведем. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот такой есть у нас в Усть-Куломском районе, поселок Белоборск. Да, конечно. Вы, наверное, в курсе? Конечно, конечно. Вот до Югодьяга еще можно дозвониться, а вот до Белоборска уже никак. Почему? Алло? Да-да-да, слушаем, слушаем. Вот, до Белоборска никак не можем дозвониться. Там не в всей точке можно позвонить. То есть нет сотовой связи? А? Нет сотовой связи, так? Да, нет сотовой связи. У меня там родственники живут, я даже позвонить им не могу. Ни транспорта нет, ни связи. Сейчас везде вроде есть легче за границу позвонить, чем до Белоборска. Все понятно. Спасибо за ваш вопрос. Когда будет сотовая связь с Белоборска? Ну, могу так сказать, что еще совсем недавно, пару лет назад, Белоборская ситуация была еще более удручающая, потому что имелся только таксофон компании Ростелеком, который тоже периодически выходил из строя. Можно было позвонить из одной точки данного поселка. Он находится на большом удалении от райцентра. Два года назад в рамках программы республиканской по обеспечению связью труднодоступных населенных пунктов Белоборск в эту программу вошел. Там было специальное оборудование установлено, так называемые фемто-соты. Это оборудование позволяет сегодня использовать сотовую связь. Но, как уже сказал звонивший, к сожалению, очень маленький радиус действия этого оборудования. Для того, чтобы те дома, которые находятся вне зоны, могли звонить своим родственникам, знакомым, они должны подойти в зону действия данной аппаратуры. Она была еще меньше. В прошлом году мы обращались в администрацию главы, обращались к тому подрядчику, который занимается обслуживанием данного оборудования. Зона была расширена, но, как оказалось, недостаточно для того, чтобы охватить весь поселок. Поэтому сегодня пока решение, то, что есть, мы используем. В дальнейшем я был в администрации главы и в управлении по информатизации связи. Мы беседовали. Есть большая надежда на федеральную программу, которая будет обеспечивать все оставшиеся труднодоступные населенные пункты связью. Главное условие, как я понимаю, по этой программе, чтобы эти населенные пункты были в зоне действия радиотелепередающих центров, вот этих высших, которые у нас на территории района установлены. Пока предварительно Белоборск у нас тоже в этом списке есть. Пока придется пользоваться такой связью, пока это надежда. Такой же вопрос у нас есть по поселку Ширьяк. Когда появится качественная сотовая связь? Тут уже с интернетом. Ну, Ширьякские жители часто мне эти вопросы задают. У нас там не только Ширьяк, и Ярошью, и Жежем. Много таких небольших населенных пунктов, которые остались без связи. Мы обращались неоднократно и группу компаний Теледва, и Мегафон. Нас слышат, нам готовят расчеты. Но итоговый ответ такой, что очень мало жителей, окупаемости этого проекта нет. Соответственно, пока за свой счет компании эти установить оборудование необходимое не могут. Нужно ставить вышку дополнительную и так далее. Вот как раз то, о чем я сказал. Здесь тоже у нас зона охвата уверенная с вышки РТПЦ. Мы рассчитываем, как только федеральная программа заработает. Было сказано, это ближайшие два года. Тогда можно будет установить оборудование, которое позволит жителям без проблем общаться. Ну, пока все останется как есть. Я думаю, что в ближайшие два года должно все измениться. Ну что ж, перейдем к сфере культуры. Людмила Ракина спрашивает, когда в селах Руч и Деревянск будут новые дома культуры? Ну, я бы немножко акценты расставил по-другому. Сегодня есть у нас населенный пункт, в котором строительство клуба необходимо, наверное, в первую очередь, по сравнению со многими другими. Это село Вольдина. Потому что в прошлом году случилась очень неприятная история, когда у нас обрушилась кровля этого здания. Оно пришло в негодность. Нам пришлось полностью его закрыть. Спасибо главе поселения, помогла нам осуществить снос этого здания. И было принято решение о привязке готового объекта. Этот проект мы нашли в Княжпогодском районе. Это небольшой клуб. Мы сегодня, значит, изыскали уже средства в бюджете и будем проектировать этот клуб для того, чтобы построить его в селе Вольдина. А уже затем этот проект будем проецировать на все оставшиеся населенные пункты, которые у нас по количеству жителей примерно подходят. Как раз-таки Деревянск, у нас проблема Руч. Это те населенные пункты, куда такой клуб в перспективе можно будет поставить. Но это уже не в этом году. Это точно не в этом году, потому что приоритет номер один – это Вольдина. У нас деревянский, пусть и старое здание, оно существует. В этом году только в Вольдина появится? В этом году проектируем Вольдина, будем заявлять его в программу адресную инвестиционную. После того, как мы реализуем проект Вольдина, мы начинаем привязывать данный проект для Деревянска и Ручи. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я сама из Эжвы, но мы очень часто ездим в поселок Ускуловский район, в поселок Керчомья. Дорогу в том году в Керчомье сделали, а до самого Керчомья очень тяжело добираться. И хотелось бы узнать, когда вот эту саму дорогу отремонтируют? Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Действительно, керчомские жители в том году были очень рады, когда у них появился новый асфальт на всем протяжении. Село очень длинное, это почти 7 километров. Участок до Керчомья, то есть Кулома, представляет собой дорогу в грунтовом исполнении, так называемый переходный тип покрытия. Дорога сегодня находится в ведении Республики Коми, значит, управления автомобильных дорог. Мы неоднократно туда выезжали со специалистами, с руководством, но могу сказать так, дорога стала в таком непроезжем состоянии в период Распутицы, тогда, когда у нас в Монде расстроил договор с подрядчиком, который работал в поселке Зимстан. Была такая ситуация, что подрядная организация, которая занималась содержанием дорог, параллельно вывозила лес и дополнительно имела возможность вкладывать еще свои собственные средства сверх того контракта, который имела на руках. Это давало свои эффекты. Дорога за исключением двух-трех, там, пяти дней весенний период и осенний Распутица всегда была в проезжем состоянии. Ее подсыпали щебнем, значит, удаляли вовремя воду, очищали зимой совсем по-другому. И сегодня у нас один такой вариант решения проблемы, которую я вижу, это с января месяца у нас будет новый конкурс на определение подрядной организации. Заводить на этот конкурс, уговаривать участвовать подрядную организацию, которая новая в Зимстане, с которой сегодня Монди заключила договор. Я знаю, что есть предварительная договоренность компании Монди с ЛПК и управления автомобильной дорогой, что Монди готова профинансировать дополнительно вот эти расходы сверх того контракта, который есть у подрядчика. Поэтому только эта ситуация сможет изменить к лучшему то, что происходит на этой дороге. Это эта же дорога до Зимстана? Да, да. Ну, по Зимстану могу сказать, значит, от Кирчоми до Зимстана тоже есть проблемы. Там есть ряд участков небольших, 200-300 метров, которые, когда начинается дождь, совершенно не в проезжем состоянии. Да, мы об этом сообщили в управлении дорог. Нас заверили, что в этом году они обследуют и, возможно, в рамках мероприятий по содержанию смогут перевести в порядок, потому что, действительно, небольшая протяженность. Также могу сказать, что компания Монди с ЛПК сегодня начинает ремонт объездной дороги. Это еще одна параллельная дорога, которая связывает Кирчоми с Зимстаном. Там будет большой участок дороги, значит, ремонтироваться. Это будет хорошим резервом для нас, для автобусов, которые двигаются из Зимстанского направления, чтобы в период распутницы можно было выбирать направление движения. Это программа деталей личной приемы. Продолжаем отвечать на вопросы. Светлана Третьякова интересуется, когда будет сделан ремонт в Пожиготском доме культуры. В Пожиготском доме культуры ремонт мы начали уже в прошлом году. В первую очередь мы отремонтировали помещение библиотеки. В этом году, значит, в рамках программы «Народный бюджет» будем ремонтировать кровлю в Пожиготском доме культуры. Это не единственное учреждение, которое мы будем ремонтировать. Также по «Народному бюджету» заменена будет кровля в Нижневочи. И по соглашению с МОНДИ в Кужбе будем проводить работы также по замене кровли. Плюс есть у нас сегодня федеральные средства для того, чтобы поменять механику сцены в Усть-Кулумском районном доме культуры и в Помозинском доме культуры. Поэтому мы стараемся, конечно, этой отрасли уделять внимание. Пусть в этом году финансирование поскромнее, чем в прошлом, но самые болевые точки мы стараемся закрыть. Вот по Пожиго у нас сегодня самое главное – это кровля. То есть работа будет выполнена? Лидия Николаевна из деревни Вомен-Бош благодарит за автоклуб, который появился в районе. И спрашивает, по какому графику и куда он выезжает, можно ли пригласить? Для нас это стало настоящим открытием. Честно говоря, когда мы участвовали в этом проекте и подавали заявку на приобретение автоклуба, был определенный скепсис, в том числе и у меня, что это будет востребовано, что это будет интересно. Но хорошо, что мой скепсис был неоправдан. Этот автоклуб сегодня используется для того, чтобы проводить мероприятия различные направленности – культурные, спортивные, иные. В первую очередь, там, где у нас нет клубов, там, где у нас нет домов культуры – это отдаленные населенные пункты, малочисленные населенные пункты. Но и кроме этого, мы всегда его используем во всех мероприятиях традиционных, которые у нас проводятся, особенно в летний период, в сельских поселениях. Поэтому сегодня зимой мы уже имели запись «Лето-осень». У нас практически полностью сегодня график сформирован до конца сентября, поэтому нужно будет связаться с управлением культуры, администрацией района, с тем, чтобы подать соответствующую заявку. Заявить свое желание, да? Если у нас будут какие-то окна, мы тоже обязательно это сделаем и автоклуб направим. Поговорим о благоустройстве. Ирина Морохина пишет, что центр Усть-Кулома преобразился в лучшую сторону. Появились ухоженные места отдыха, но сама площадь РДК, к сожалению, пока не так хороша, как хотелось бы. Что можно предпринять? По площади РДК комплекс мероприятий уже раньше проводился. Четыре года назад был уложен новый асфальт на площади. В этом году мы приняли решение о демонтаже старой деревянной сцены, которая была обустроена там на площади. Этот участок мы заасфальтируем в этом году. Что касается наших дальнейших планов, то мы на следующий год вместе с руководителями администрации сельского поселения Усть-Кулом планируем работы в рамках программы «Комфортная городская среда». Есть у нас задумки о разбивке дополнительных цветников на одной стороне этой площади. А та сторона площади сегодня у нас тоже грунтовая часть. Мы планируем ее заасфальтировать, сделать там место отдыха для жителей райцентра и Усть-Куломского района с установкой арт-объектов. Сегодня мы готовим сметы, готовим дизайн-проекты. В общем, готовимся к 2020 году. Основные мероприятия по благоустройству этой территории мы будем проводить на следующий год. У нас снова звоночек. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Добрый вечер. Я проживаю в городе Сектукар, но часто езжу в поселок Ярошью, Усть-Куломского района, в котором медведи разгуливают даже днем. Родители боятся выпускать детей на улицу. Хотелось бы услышать ваше мнение по этой проблеме. Спасибо. Спасибо за вопрос. Как я понимаю, это проблема не только Усть-Куломского района. Было очень много сообщений у нас по республике Коми в этом году, по выходу медведей. В прошлом году были такие случаи. Здесь какой вариант может быть? Я считаю, что он единственно возможный. Его применяет активное Министерство природных ресурсов. Это разрешение на отстрел, то есть на регулирование численности животного, с тем, чтобы охотники данного куста могли это сделать по специальному распоряжению. Конечно, это можно сделать, имея лицензию на отстрел медведя, но закон гласит, что отстрел можно осуществлять только на расстоянии не менее 200 метров от населенного пункта. Когда он выходит в населенный пункт, достаточно сложно, в том числе и полицейским, применить оружие. Поэтому выход один. У нас были случаи, когда медведя мы отгоняли на край села, на положенное расстояние, и отстреливали. Это было в Помоздино в прошлом году. Спасибо охотникам. Поэтому попозже говорю, если есть желающие, они могут ко мне подъехать, мы проговорим. Я обещаю, что проведу встречу с министром, с Романом Викторовичем, с тем, чтобы можно было эту проблему решить. Итак, продолжаем говорить о благоустройстве. Следующий вопрос задан в группе Юргана ВКонтакте. Не указан, правда, населенный пункт, но думаю, что речь идет об Усть-Куломе. Анжелику Романову беспокоит нашествие борщевика. Поворот от улицы Центральной на улицу Ладыгина. Районы Старого Птичника и недостроенной котельной заросли жгучим сорняком. Что администрация готова предпринять для его искоренения? Эти места не относятся к владениям частных домов. Борщевик – это бич, конечно, последних 10-15 лет. В нашем районе он активно засеивался на многих территориях, в том числе в Усть-Куломе. Мы имеем то, что имеем сегодня. Но если говорить о способах борьбы, могу сказать, мы пробовали, конечно, выкашивать его, выкашивать достаточно больших количеств, закладывали для этого денежные средства в бюджете сельского поселения. Но практика показывает, что это очень малоэффективно. Борщевик растет очень быстро, за сезон приходится косить 2-3 раза. Мы имеем многочисленные ожоги граждан, которые на эти работы выходили. Какой эффективный способ применяете? Наверное, самый эффективный способ – это химия. Мы сегодня изучаем опыт других муниципалитетов, в первую очередь Сыктывкара, которые знают, что использовали вот эти препараты, делаем расчеты. В этом году только будет покос в местах, где у нас наибольшее скопление людей, в общественных местах. То есть уже опять покос будет, да? Да, пока покос. В следующем году сделаем расчеты. Я думаю, постараемся включить наиболее такие территории важные для нас в обработку химикатами. Еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. Это вот на Позг, когда афальт будут делать? В сторону Помозгина. Ремонт афальта. Вы говорите в сторону Помозгина или отворотку на Позг? И туда, и сюда. И туда, и сюда, да? Спасибо за вопрос. Там вообще не проезжают рога же. Знаю. Прекрасно. Спасибо за вопрос. У нас была рабочая поездка Валерия Алексеевича Пронина в район совсем недавно. Мы выезжали именно на эту территорию. По Помозгина, скажу, по основной трассе. Это с Уськулом Помозгина. В прошлом году там уже были выполнены работы по капитальному ремонту 14 километров в рамках соглашения с МОНДИ и СЛПК. И сегодня готовится проектно-сметная документация на участок от этого нового асфальта, который был сдан в прошлом году, до Позжига. Как только будет проектно-сметная документация, экспертиза, управление будет, соответственно, торговать ремонтной работой. Не буду обещать 2019 год. Это будет нечестно. Значит, в планах управления 2020 год. Тоже по соглашению с МОНДИ. МОНДИ готовы на это выделить деньги. Что касается поворота на Позжиг, там ситуация аналогичная. Сегодня есть необходимая проектно-сметная документация. Она прошла госэкспертизу. Вопрос только сегодня в наличии средств в Дорожном фонде Республики Коми. Есть предложение другого характера, чтобы часть асфальта, остатки этого старого асфальта, может быть, убрать и сделать дорогу с переходным типом покрытия. Это все обсуждаемо. Поэтому будем решение принимать в этом году, совместно встречаться с жителями, с депутатами. Ну, еще вопрос есть по дороге в селе Вольдино. Когда будет ремонт? Значит, в Вольдино мы также выезжали в рамках рабочей поездки с Валерием Алексеевичем. В прошлом году в Вольдино был установлен новый наплавной мост. Большое событие было для жителей этого куста, потому что не отрезается в период паводка. Мост для них единственная возможность переправиться на большую землю. И по Вольдино, Валерий Алексеевич нас заверил, что в следующем году с вероятностью 90% планируется провести ремонтные работы. Поэтому мы очень рассчитываем, что эти планы реализуются. Давайте поговорим об индивидуальном строительстве. Дмитрий Попов оставил вопрос также в группе Юргена ВКонтакте. Он спрашивает, почему мало выделяется субсидий на строительство жилых домов молодым семьям и специалистов? Для сравнения он приводит. В Сыктывдинском районе в прошлом году получили 17 семей, а в Усть-Куломском 2. Вот такие данные. Данные, может быть, не совсем корректные. Сегодня администрация района выполняет работы по постановке граждан на учет, по их сопровождению. Эти полномочия нам передаются республикой. У нас три направления. По трем основным министерствам. Министерство строительства, министерство образования, министерство сельского хозяйства. Основная часть субсидий идет именно по линии Минсельхоза. В прошлом году было по всем направлениям выделено 9 субсидий различным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Что касается Сыктывдинского района, я могу предположить, что там количество застройщиков больше. Соответственно, и квота на эти субсидии тоже больше. По этому году у нас пока предварительное распределение только трем гражданам, то есть три человека в списках. Но были у нас годы, когда в сентябре, в октябре дополнительно выделялись деньги, вплоть до 10-12 субсидий. Мы дополнительно к концу года еще получали, и граждане могли этим воспользоваться. А сами жители активно подали заявки? Очень сегодня активно. У нас на учете почти 300 человек. Проблема, я думаю, основная, это все-таки денежные средства, их нехватка. Там у нас средства федерального бюджета, республиканского. Но надо отметить, что особенно по линии Минсельхоза мы сегодня имеем прогресс. В прошлом году, я уже повторюсь, у нас были дополнительные квоты на субсидии. Очень рассчитываем, что это будет и в текущем году. Ну и вы знаете, что принята новая федеральная программа по развитию сельских территорий. Там предусмотрена с следующего года льготная сельская ипотека, 5% годовых. Я надеюсь, что наши граждане тоже посмотрят и этот механизм. Там увеличивается финансирование, поэтому надеемся, что количество субсидий тоже будет расти. Звонки сыпятся, давайте снова ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите. Алло. Говорите, вы в прямом эфире. Алло, уважаемый Сергей Владимирович. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю в Пещелке-Ремстан, Учкломского района. Так. У меня сын инвалид первой группы, тяжелый. И мы сейчас лежим в Учкломской больнице в терапии. Но, знаете, туда нет лифта. Он находится, это отделение, на втором этаже. Лифт не работает. И мы больных, вот, например, сына, мы сколько раз, раза три в году, мы таскаем на носилках сами. И не только для того, и больные ведь приезжают днем, и привозят днем, и ночью, и вот, всех больных таскаем туда на носилках. Ну, вот три года уже лечимся, а эту проблему нельзя никак решить. Или там место в отделении поменять с кем-то, другие отделения, или лифт сделать. Понятно. Спасибо за ваш вопрос. Там же и персонал тоже мучается. Да, спасибо за вопрос. Не впервые звучит, кстати, в нашей программе этот вопрос. Я об этом слышу, да, мы неоднократно говорили. Вопрос как раз в том, что одно из зданий у нас сегодня оборудовано таким лифтом. Да, здание, которое когда-то переделывалось, оно, значит, находилось совсем другого назначения. Вот сегодня лифта этого нет. Ну, я могу пообещать, что я проведу рабочую встречу с исполняющим обязанности главного врача Центральной районной больницы. Мы узнаем все-таки, какое может быть решение. Если есть необходимость выехать в Министерство здравоохранения, я это сделаю. Поэтому сейчас мне будет сложно ответить о том, когда это решится. Мы обязательно вам потом дадим письменный ответ. Спасибо за вопрос. Давайте кратко буквально ответим еще на один вопрос. Поселок Озьяк. Нина Кузнецова пишет, что новые микрорайоны активно застраиваются. Однако нет проезда, водопровода, канализации, уличного освещения. Когда будет инфраструктура? Тоже вопрос не впервые. Вопрос наболевший. Да, у нас есть сегодня поселение-лидеры, в которых очень активно ведется застройка. Кстати, Озьяк тоже в их числе. Но я бы сегодня разделил все-таки решение этой проблемы на две части. Там, где у нас небольшое количество участков, небольшое количество домов, мы стараемся решить проблему хозяйственным способом. Это участвовать в народном бюджете. У нас ТОС активно подключается. То есть мы используем все ресурсы для того, чтобы самостоятельно провести туда дорогу, провести водопровод. У нас есть примеры по этому году и по селу Усть-Кулам, в том числе именно по этому пути. Второе направление – это те участки, которые у нас очень большие. Там где у нас 100-150 земельных участков. Там очень большая стоимость работ. Мы не можем это сделать хозспособом. Комплекс работы огромный. И вот наш самый первый большой проект, который мы реализуем в районе, именно в этом направлении – это строительство дорог, водопроводной сети в микрорайоне новой застройки. Это улица Ладыгина, Липина, Петропавловская, Спортивная. Там 140 земельных участков. Сегодня уже имеется контракт государственный у нас. Начинаются начаты работы по обустройству двух улиц, трех проездов. В следующем году будет еще финансирование. Мы будем вновь продолжать работы. И по заверению Министерства сельского хозяйства, до 2021 года мы должны получить всю необходимую сумму, чтобы полностью завершить весь комплекс работ здесь. Параллельно мы будем проектировать дороги, водопровод еще в одном новом микрорайоне. Там 200 земельных участков. Тоже село Уськуло. Еще есть коттеджный. Микрорайон Северный, да. И микрорайон коттеджный, это Кибаньоль. Там проблема может быть другого характера. Там сегодня стоит лес. И уже нами в этом году был заключен контракт на свод насаждений на улицах и проездах. Мы должны его закончить к концу июля. Как только мы это сделаем, граждане могут писать уведомления о начале строительства, обратиться в администрацию поселения за разрешением на свод деревьев на своих участках. Сергей Владимирович, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы, как обычно, передаем вам вопросы. И ждем ответы на сайте администрации в течение недели. Спасибо за участие. Всего доброго. До свидания. На этом наш эфир завершен. Всего доброго. Увидимся на Юргане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова